О первых признаках и последствиях, а главное о том, как уберечь себя от инсульта. Об этом мы поговорим сегодня, это актуальное интервью. У нас в студии главный врач Неницкая окружная больница Андрей Владимирович Дедов и врач-невролог Елена Владимировна Доленко. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня очень серьёзная тема. Начнём, наверное, с того, насколько актуальна тема инсульта для нашего региона, для Неницкого округа. Если позволите, я, наверное, начну. Ирина, тема инсульта, она актуальна не только для Неницкого округа и для всей России, она очень актуальна для всего мира на сегодняшний день. Дело в том, что инсульт относится к группе болезни системы кровообращения, та, которая представляет на сегодняшний день первую основную причину смертности населения во всём мире. И то время, когда инфекционные заболевания были главной причиной смерти, оно ушло в 17-18 век и раньше. И сейчас, в связи с увеличением продолжительности жизни, тема болезни системы кровообращения, она выступает на первый план. И среди смертности здесь от острых состояний на первом месте стоит острое нарушение мозгового кровообращения или инсульт. Вот Елена Владимировна, как главный окружной специалист в этом направлении, она подтвердит актуальность этой темы, в том числе и для Неницкого округа. Безусловно, большинство инсультов носят ишемический характер, в меньшей степени это геморрагический характер, но в основе инсультов лежат сходные факторы риска развития одного инсульта и другого. И поэтому, с точки зрения профилактики этих вещей, очень важно соблюдать единые меры, которые относятся, ну, почти в равной степени и к острому нарушению мозгового кровообращения инсульту, и к острому инфаркту миокарда. Это близкие заболевания, которые проявляют себя в той или иной форме. А основа болезни, собственно, одна — это нарушение обмена, в первую очередь липидного обмена, обмена во вторую очередь, наверное, углеводного. Вот те, которые проявляют себя теросклерозом, сахарным диабетом и другими сопутствующими заболеваниями. Елена Владимировна, что говорит Ваш опыт, что говорит статистика? В статистике наш округ занимает не самое последнее место по заболеваемости и инсульту. За последние три года у нас отмечается всё-таки рост заболеваемости, но уменьшается смертность. То есть у нас вот такие неплохие показатели. По сравнению со среднероссийскими показателями, мы на среднем месте находимся, то есть не на последнем, не на первом месте. Но стараемся и будем стараться улучшать наши показатели. И вот для этого мы с Вами здесь собрались, чтобы поговорить. А инсульты-то всё-таки возрастная болезнь? Вы знаете, инсульты сейчас в последнее время молодеют. Много факторов риска. Это факторы и наследственные факторы, и возраст, и даже пол. То есть больше инсультов у людей мужского пола происходит. А с чем это связано? А вот мужчина более такой слабый пол у нас по статистике. Именно после 50 лет возрастает очень высокий риск, учащается численность, количество инсультов у мужчин. С чем связано? Наверное, с многими факторами. Есть факторы предрасполагающие, то есть это неправильный образ жизни, то есть это курение, алкоголизм, ожирение. Люди не видят здорового образа жизни. И третий фактор – это, наверное, эндокринные патологии, эндокринные проблемы, улучшение липидного обмена. То есть такие факторы для мужчин тоже очень актуальны. Для мужчин и для женщин. Но почему-то мужчина у нас больше страдает. Распределение по полу, оно отчасти зависит и с определенным уровнем медицинской культуры. Да, все-таки у женщин он несколько выше. Мужчины, как правило, ждут до последнего. Не обращают внимания на повышенное артериальное давление, не обращают внимания на повышенные липидные показатели, не обращают внимания на образ жизни. Они живут так, как они живут. А в итоге случается, когда инсульт. К сожалению, вот таких случаев мы видим много. Поэтому отчасти, ну это, наверное, не только в нашем округе. Наверное, везде по России мужчины немножко впереди по инсультам. Это с одной стороны. А с другой стороны, наверное, здесь еще вопрос некий, связанный с так называемыми мальформациями. Наверное, большее количество инсультов все-таки носит мужской характер. Но это, опять-таки, речь идет уже о тяжелых геморрагических инсультах, которые заканчиваются очень часто плачевно. Но, слава богу, таких инсультов становится мало. Раньше такие инсульты называли ударами. Сейчас такие геморрагические инсульты, они попадают непосредственно в отделение реанимации. Хотя часть пациентов, она и не доезжает до больницы при таких инсультах. А можно ли мы говорить о каких-то признаках первых инсультов? Человек может сам распознать? Конечно. Конечно. Основные признаки инсульта – это асимметрия лица. То есть она возникает внезапно и опускается в угол рта. Это то, что мы можем дома, могут близкие, родственники заметить. Самые первые признаки инсульта. Упросить человека улыбнуться надо. И при улыбке у него опускается угол рта и не может подняться. Это один из первых признаков инсульта. Потом нарушается речь. Второй признак инсульта. Человек говорил нормально, а тут вдруг появляется как каша во рту. Родственники отмечают, что как-то ты не так говоришь. Это тоже очень важно. И третий. Попросить человека поднять руки вверх. То есть поднять руки вверх. Если одна рука слабеет, а опускается, то это один из третьих признаков инсульта. Кроме вот этих основных признаков, очень много мелких очаговых изменений, которые могут происходить. Иногда путают, допустим, если инсульт случается в вертуробазиллярном бассейне, это мужичок, очень часто сопровождается инсульт рвотой. И рвотой с сильным головокружением, что можно спутать с каким-то отравлением пищевым. Иногда нарушается зрение, появляется двоение в глазах. Слабость визолирована не только в руке, в ноге. Паралич может развиться в обеих конечностях одновременно. То есть в верхней и нижней конечностях. Такие основные признаки. При обнаружении первых признаков какие-то действия? Обязательно вызывать бригаду скорой. Обязательно. То есть не надо ждать, не надо думать, что само всё пройдёт. Обязательно вызывать врача в бригаду 03. И фельдшер уже подробно будет расспрашивать об этих признаках и определит сам, срочно выезжать к пациенту или нет. Но, как правило, мы просим, почему мы эту передачу сами решили создать, для того, чтобы пациенты чаще обращались к нам. Чаще и в первые часы. Потому что актуальность проблемы именно в Ненецком округе состоит в том, что люди очень поздно обращаются. То есть мы могли бы им помочь гораздо быстрее и более эффективно, если они к нам будут поступать в первые часы. То есть это очень важно. А они не обращаются, потому что не обращают внимания на эти признаки? Ждут, когда само пройдёт. Это вот мы анализировали историю болезни за последний год, за последние полгода 2016 года. И пришли к тому, что больные обращаются поздно. Что мы можем провести более эффективное лечение, более высокоспециализированную терапию, если больной будет обращаться раньше к нам. То есть и последствия здесь, наверное, много тяжелее. Скажите о том, какие вообще последствия могут быть у человека, который перенёс инсульт? Последствия, как правило, всегда остаются. То есть больной не может перенести инсульт у него, чтобы всё прошло. То есть мелкие – это может быть повышение рефлексов. Может, если человек перенёс лёгкие лакунарные инсульты, то может проявляться просто повышение рефлексов. Но это всё равно, как мы на медицинских осмотрах можем это выявить. Нарушение зрения, нарушение речи могут остаться. Слабость в конечностях. То есть человек прихрамывает при ходьбе. может остаться вообще полностью парализованным, то есть лежачим. Поэтому чем раньше, тем меньше будет этих последствий для человека. То есть и период восстановления зависит от тяжести, последствий. Какой вообще период может быть средний? Вы знаете, всё настолько индивидуально. Период, самый быстрый период восстановления для человека, перенесшего инсульт, это первые три месяца. Это активный такой период восстановления, когда практически все функции, организм настолько адаптируется и пытается восстановить вот эти все устраченные функции. Вот этот поражённый участок мозга, который при инсульте у нас появляется, он отдаёт свою функцию другим участкам мозга, которые расположены рядом. И вот организм метаболизируется, активизируется и пытается восстановиться. Чем дальше после трёх месяцев, тем этот процесс замедляется. Вот максимально надо в эти три месяца активизировать больного, улучшить его реабилитацию, то есть и восстановить. Как проходит реабилитация? Это на базе больницы проводится? Реабилитация на сегодняшний день – это та проблема, которая стоит остро, в принципе, для всех жителей округа. Почему? Потому что в больнице мы проводим ту реабилитацию, которую мы можем провести в соответствии с оснащением и всем остальным. Полноценная реабилитация, только традиционно распространена уже в развитых странах, мы проводить не можем. Это связано с рядом причин. Реабилитация ранняя, в ближайшие дни после острого нарушения мозгового кровообращения, она проводится непосредственно в отделении. А второй этап реабилитации у нас, к сожалению, он связан и проходит и амбулаторно, и стационарно, но как такового реабилитационного лечения в полном смысле этого слова у нас нет. Это связано и с малочисленностью региона, с такого рода проблемами. Это связано с порядками и стандартами, которые определяет Министерство здравоохранения. Ну и, в соответствии, раз мы не оснащены по данному направлению, в связи с тем, что у нас есть дефицит специалистов по этому направлению, мы не можем получить лицензию на реабилитацию. Но это не основная боль. Основная боль – это, наверное, отсутствие как таковых возможностей для размещения такого оборудования. Хотя некоторые элементы, так скажем, реабилитации у нас все-таки в больнице присутствуют. Надеюсь, что с вводом нового корпуса у нас заработает аппарат по реабилитации, локомат, достаточно дорогостоящий, но эффективный, наверное, в первые дни после острого нарушения мозгового кровообращения. Но аппарат настолько громоздкий и большой, то в основное здание больницы его не смогли поставить. Поставка была, наверное, в 2014 году. И поэтому поставили в том корпусе, который сейчас мы планируем ввести в действие. Дело в том, что когда строился этот корпус, не существовало так называемых санитарных правил и норм САНПИН, потому что проектирование и строительство корпуса началось в 2008 году. В 2011 году вышли санитарные правила и нормы, которые на сегодняшний день регламентируют правила оказания, санитарные правила оказания медицинской помощи. И сейчас мы адаптируем те помещения, которые запланированы были и построены, к сегодняшним условиям и к возможности оказания медицинской помощи на современном уровне. Поэтому будем надеяться, что частичная реабилитация у нас появится. Но, наверное, стоит отметить, и Елена Владимировна больше знает о том, что у нас проводится, так скажем, еще и реабилитация на уровне и нашего физиотерапевтического отделения, и на уровне других регионов, и в так называемом социальном центре, который по дороге в аэропорт находится. Потому что там некоторые элементы реабилитации тоже присутствуют. Но полноценной реабилитации, еще раз подчеркну, в округе нет. Хотя департамент здравоохранения заключил договора с санаторием Решма, по-моему, и с санаторием Кавказских минеральных вод о проведении реабилитации. Но пациенту после перенесшего инсульт в общем достаточно проблематично туда добираться, конечно. Поэтому реабилитацию большинство больных после острого нарушения мозгового кровообращения проходит здесь. Елена Владимировна, может, вы уже говорили, я упустила статистика, может быть, прошлого или этого года. Сколько уже случаев инсульта в Ненинском округе было? Ну, за прошлый год, могу сейчас посмотреть. Так, у нас за 2013 год у нас было 84 инсульта, за 2015 93 инсульта, и за 2014 год 89 инсультов. То есть у нас растет количество инсультов, но смертность умерших от инсультов у нас уменьшается. То есть это хороший показатель. Растет, потому что по ряду причин это стареющее население, которое не следит за своим здоровьем, это злоупотребляющие люди, злоупотребляющие алкоголем, люди с ожирением. Их количество почему-то увеличивается, и поэтому у нас, соответственно, наши показатели по заболеваемости растут. Здесь мы можем говорить о профилактике. Вот как раз профилактика инсульта. Что в нее входит? Что нужно делать человеку, чтобы уберечь себя, минимизировать этот риск? Ну, самое главное, это следить за своим здоровьем, своими показателями артериального давления, за показателями сахара в крови, за уровнем холестерина. То есть человек ежегодно должен ходить на диспансеризацию, к врачу, к терапевту, измерять свое артериальное давление. Дома должен обязательно быть аппарат давления. И при повышении этих цифр человек должен обращаться к врачу, к кардиологу, к терапевту. Обязательно раз в год сахар в крови. Это такой риск для инсульта огромный. Просто у нас больные, наверное, 50% страдают эндокринной патологией. Обязательно уровень из венки сдавать кровь на уровень холестерина, липиды высокой, низкой плотности. Тоже контролировать эти показатели. И здоровый образ жизни. То есть это активно заниматься спортом обязательно. То есть у нас есть бассейн, у нас для этого все есть. Женщинам тренажерные залы, фитнес, пожалуйста. И самое главное, пиральное питание. Это основное... Что это значит? Правильное питание. А, правильное питание. Да. То есть избегать продукты, содержащие высокий гликемический индекс. Это сахара. Продукты животного происхождения. То есть ограничить, потреблять больше фруктов, овощей. То есть поддерживать массу тела в нормальных показателях. То есть вот это основное. А в каком возрасте нужно начинать задумываться об этой болезни и о профилактике? Ну, вы знаете, по статистике возрастает риск возникновения инсультов у женщин после 40 лет, при наступлении менопаузы. А у мужчин после 50 лет возрастает риск. То есть вообще в любом возрасте. То есть после 20 уже надо думать и о здоровом образе жизни, и думать, что впоследствии, если ты себя будешь... Если будешь злопотреблять вот этими алкоголем, неправильно питаться, вести нездоровый образ жизни, то впоследствии тебя может дать инсульт. А вот какие болезни могут усугубить ситуацию, привести к инсульту? Есть какие-то... Безусловно, есть такие, да, патологии. Но, во-первых, это Лена Владимировна не сказала. Слава Богу, мы редко сталкиваемся с инсультами у детей. Да, это, как правило, врожденные какие-то аномалии, патологии. Вот. В дальнейшем это существенное значение имеет артериальная гипертензия или гипертоническая болезнь. То есть повышенное артериальное давление. А третье, наверное, о чем уже говорили сегодня, это болезни обмена веществ и сахарный диабет. Вот. И, безусловно, атеросклероз. Атеросклероз – это чума 20-го, наверное, 21-го века, потому что от этого никуда не уйти. И это те болезни, которые возникают чаще всего от нерационального питания. Нет, нерационального питания. И, безусловно, фоновые, ну, нельзя сказать болезни, наверное, фоновые привычки, такой очень серьезный фактор, да, это курение. И очень серьезный фактор – это, так скажем, чрезмерное употребление алкогольных напитков. Или так правильно сказать, злоупотребление алкогольными напитками. У нас сколько угодно людей, и не только из Наринмара, и еще поступают в окружную больницу, которые несколько дней злоупотребляли, потом очнулись, а тело не двигается. И получается, человек с инсультом доставляется уже в поздние сроки, вот его начало. Но, тем не менее, и справедливости ради нужно отметить то, что, опять-таки, смертность от инсультов у нас в больнице уменьшается. Это говорит о том, что врачи насторожены на диагностику этой патологии, и говорит о том, что мы соблюдаем те стандарты лечения, которые утверждены на сегодняшний день Министерством здравоохранения. Вот, безусловно, и, к сожалению, у нас пока не организован региональный сосудистый центр. Это перспектива на будущее. И это тоже путь для уменьшения смертности при, в том числе, при остром нарушении мозгового кровообращения. Потому что адекватное проведение, адекватная диагностика таких изменений позволяют переходить на несколько иной уровень оказания медицинской помощи, имея в виду, в первую очередь, эндоваскулярные какие-то вмешательства, так сказать, с перспективой развития нейрохирургической помощи и так дальше. Так как это уже принято и поставлено в крупных региональных сосудистых центрах. Если все-таки вот говорить, вот вы упомянули о повышенном артериальном давлении, ведь тоже молодеет болезнь. Все больше молодые люди страдают повышенным давлением. Тут какая может быть профилактика? Или это тоже от каких-то внешних факторов курения, алкоголь, еще что-то? Или это может быть и врожденное? Наследственный фактор немаловажный. То есть если мама, папа страдали гипертонией, то, наверное, 80-90% что человек будет страдать этим заболеванием. Нужно вовремя пойти к доктору, чтобы вовремя назначили гипотензивную терапию, и риски уменьшаются. Сразу же уменьшаются. Потому что этим людям нужно регулярно принимать лекарственные препараты. Обязательно. У них риск повышен. Инсульт у этих людей с повышенным давлением. Им нужно обратиться к врачу. Обязательно. К врачу иметь дома тонометр и измерять артериальное давление. Если цифры будут повышаться, то надо обязательно идти к кардиологу, который подберет вам необходимый препарат. То, что иногда у терапевта просто нет времени заниматься таким пациентом. А именно кардиолог подберет необходимый лекарственный препарат. Немножко вернемся к профилактике. К вам, когда приходят пациенты, не с первыми признаками, а просто вы наблюдаете у них повышенное давление, еще какой-то ряд сопутствующих болезней. Вы с ними проводите какую-то профилактическую беседу, может быть? Обязательно. Да. Обязательно. Я в палату прихожу и с пациентами общаюсь. Всегда с ними разговариваю и рассказываю о их заболевании, о том, как можно было предотвратить, что нужно делать после заболевания. То есть в дальнейшую их... Направляя их на дальнейшую жизнь уже в более правильном русле. Скажем. Человек, который перенес инсульт, он может 100% восстановиться или все равно останутся какие-то последствия? Если это маленький лакунарный инсульт, допустим, ишемия, произошла небольшой в уши участка головного мозга, то, конечно, может быть, этот инсульт для обычного человека, перенесшего инсульт, не виден обычному человеку. Но если это невролог, то мы все равно какие-то небольшие изменения очаговые мы видим, мы смотрим, как двигаются глазки, смотрим симметрию лица, там, рефлексики повышены, может, с одной и с другой стороны. То есть для значимого человека, да, практически может, мы видим признаки. А если для обычного человека можно не увидеть этих последствий. А человек может перенести несколько инсультов? Конечно, конечно. В зависимости от чего-то это происходит или может быть недостаточная реабилитация? не в этом дело. Может быть, причина не выяснена, почему этот инсульт произошел, да, антерогенная причина или тромбоэмболическая или кардиотромбоэмболическая причина, то есть это разные причины. Бывает, что тромб закупил сосудик, да, вот инсульт и произошел. Бывает, что сосуд сужен тросклеротической бляшкой. Вот один инсульт произошел, человек уехал в деревню и не знает, что у него такой узкий сосуд, допустим, да, и повторно там случается инсульт. И вот он к нам приезжает и мы его уже направляем к ангеневрологу, понимаете, в Архангельск, это специалист, который занимается как раз выявляя таких пациентов, в которых повторные инсульты или большие риски для возникновения инсультов и предлагает оперативное лечение. То есть на сосудах убирают эти бляшки или ну да, убирают бляшки и восстанавливают стенты, да, ставят стенты и восстанавливают кровообращение. То есть после перенесения инсульта необходимо находиться под наблюдением врача. Обязательно. Неусыпно. У терапевта это наблюдение не обязательно у невролога, это комплексное наблюдение и у терапевта, и у кардиолога, и у невролога, может быть, в ближайшем будущем реплитолога, то есть мы не можем говорить о каком-то самолечении. Самолечение вообще не идет. Дело в том, что процесс реабилитации и восстановления больных после инсульта это предмет и удел внимания, так называемые, мунициплинарные врачебные бригады. С одной стороны это врачи-специалисты, тут же должны быть медицинские, какие-то психологи работают с пациентами и так далее. Потому что проблема инсульта это не только проблема невролога. Совершенно справедливо Елена Владимировна заметила то, что и кардиолог должен наблюдать, и терапевт, и специалист по лечебной физкультуре, и специалист по массажу и так далее. Потому что процесс реабилитации он зависит не только от медикаментов, но он зависит от механотерапии. Он зависит от того, как восстанавливаются, разрабатываются функции утраченные. Функции утраченные нервной системой, но не двигается, как правило, тело, и поэтому здесь направлено в том числе и на механотерапию. Для того, чтобы чему-то научиться, нужно этому учиться. Для того, чтобы научиться ходить, дети ходят. Да, они падают, но они в итоге ходят. Точно так же и после инсульта люди восстанавливаются. Существует в реабилитационных центрах всякие локоматы, стабилоплатформа и так дальше. Для того, чтобы люди могли развивать утраченные движения, восстанавливать координацию и так дальше. Логопеды входят в состав мультидисциплинарных бригад. То есть в крупных реабилитационных центрах эта работа уже налажена. Но проблема округа, я уже сказал, в небольшой численности населения и в небольшом количестве специалистов. Поэтому мы специалистов ценим, поддерживаем и хотим, чтобы они работали на благо нашего населения. Поэтому вопросы реабилитации после инсульта для нас так же остры, так же, как и для всех жителей округа. Мы радеем. А если вы говорите о реабилитации за пределами округа, по каким показаниям человека направляют на восстановление? Это какие-то тяжелые случаи после каких-то тяжелых инсультов? Нет, вы понимаете, Ирина, после тяжелых инсультов люди погибают. Да, самые тяжелые инсульты. Менее тяжелые инсульты остаются прикованными к постели. Иногда даже к искусственной вентиляции легких аппаратам. И они живут благодаря этим аппаратам. А те инсульты, которые попали в то терапевтическое окно, когда можно оказать эффективную помощь, те инсульты, которые не столь распространены, потому что люди каким-то образом за собой смотрели, за собой следили, за своим холестерином, сахаром, давлением и так дальше, то те инсульты, они как раз-таки протекают более благоприятно. И здесь восстановление функции, оно происходит даже при ранней реабилитации. То есть еще в стационаре, пока человек не выписан домой. И вот как раз-таки такие инсульты, у которых есть динамика, они подлежат полноценной эффективной реабилитации. Я прав, наверное? Да. У нас наложена связь с больницей восстановительного лечения, и больные, которые желают, которые могут, потому что очень много, не хотят никуда ехать. Вот так вот, не хотят. Хотят ехать к себе домой и забыть об этом, о том, что произошло. Кто хочет, мы предлагаем в Архангельск на реабилитацию, берут пациентов совершенно спокойно, бесплатное лечение, там 2-3 недели реабилитации, и пациенты приезжают обратно. у нас остаётся не так много времени. Я хочу, чтобы в конце программы ещё раз до наших телезрителей донести, наверное, какие меры нужно предпринимать, чтобы уберечь себя от этого риска, от получения инсульта. профилактика. В чём заключается профилактика? Следить за своим здоровьем, заниматься спортом, следить за своим питанием, следить за своим артериальным давлением, следить за своим пульсом, потому что очень много при нарушениях ритмов происходит инсульта, следить за своим сахаром, вести здоровый образ жизни. И как только вы почувствовали слабость в конечностях, увидели, что асимметрия лица появилась или нарушилась речь, срочно звонить 03, вызывать бригаду скорой, чтобы доставили в больницу, и тут мы уже разберёмся, какой инсульт, что нам дальше делать обязательно. То есть такое пожелание для всех жителей нашего округа, города Наринмара, не сидеть дома, а обращаться к врачам. Спасибо большое, самое главное хотел дополнить, чтобы люди любили себя, обращали на себя внимание, обращали внимание на своё здоровье, вели правильный образ жизни, не злоупотребляли какими-то вредными привычками. Это самое основное. А другие методы, меры первичной профилактики, ещё раз, это уже помогают исполнять медработники, проводя диспансеризацию, забирая анализы крови, там на холестерин, сахар, измеряя артериальное давление и так далее. А тем людям, которые уже перенесли инсульт, тем показаны те меры вторичной профилактики, которые неврологи рассказывают всем своим пациентам в больнице. Потому что наши неврологи, они очень внимательны к нашим пациентам, как правило, ну, я имею в виду к тем больным, которые могут общаться, да, потому что, к сожалению, инсульт иногда протекают на фоне нарушения сознания и так далее. вот, в любом случае перед выпиской больным всегда дают рекомендации с тем, и как правильно себя вести в дальнейшем. И самое главное, чтобы наши пациенты прислушивались и исполняли те рекомендации, которые дают врачи-специалисты, потому что в противном случае эти рекомендации, они нулевую ценность будут иметь. Я надеюсь, наша передача будет полезной для наших телезрителей, для жителей нашего региона. Спасибо вам большое, что пришли. Это было актуальное интервью. Увидимся.